Добрый день, вечер, если угодно, утро. Сейчас. А, ну я записываю два потока, все нормально. Я очередной раз пытаюсь записать эту игру. Не буду обзываться, я хороший человек. Я надеюсь, искренне, честно, что в этот раз у нас все получится. Потому что это ужас. Ужас полный. Я очень устала. Покажите имя персонажа в игре. Ладно, все, не буду ныть, не хочу. Так, хорошо. Что у нас? Санечка. Так, что-то помню, кто-то спрашивал, зачем я звездочку постоянно пишу. Потому что Санечка это псевдоним. Это не настоящее имя. Все просто, все элементарно. Невероятно запись идет. Просто вау. Вау. Ой. Ну, зато ты обратил на меня внимание. Внимания у людей надолго не хватает. Так что... Давай сразу к делу. Блин, почему она не в пол до экрана? Меня это не напрягает. Спрягает. Ладно. Видишь ли, Санечка, считается, что... Я звук совсем убрала. Большая часть людей так ничего и не добьется. Но ты же не такой, как все, верно? У меня сейчас видео загружается. Так что, может быть, все будет виснуть, тормозить. Ужас. Компьютер, естественно, не тянет. Но это вроде навало, так что все еще. Так что, вообще-то, в принципе, сойдет. Тянет. Нормально. Да, Санечка, почему бы тебе не рассказать нам? О чем вообще твоя жизнь? Мне не терпится узнать побольше. Боже мой, звучит так фальшиво. Фальш, 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 фальш. Надеюсь, вы не против, что я без выборки? Актер, извиня, не очень. И это... Давай сразу к делу. А, подожди. И это... Давай сразу к делу. Санечка, нам очень нужна твоя помощь. Сейчас ты сам увидишь, что ситуация непростая. Я понимаю, что ситуация очень сложная. Что за жизнь? Напишите. Смотри, Санечка, это история твоей жизни. Как-то пусто не находишь. Ну да, что-то пустоват. Похоже, всё, что в ней было, мы потеряли. У нас тут столько разных историй, за всеми нею следишь. Но я ведь не просто так сказала. Похоже. Давай, давай ещё шутки нам объясняй. Видишь ли, есть и другие объяснения этой пустоте. Если жизнь лишена всякого смысла, то и писать не о чем. Но я уверена, что это не твой случай. Правда? Правда, 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 правда. Вообще в стиме неоднозначные оценки на эту игру. Или она кусок неприличного... Ну как неприличного. Либо она всем нравится, либо она всем не нравится. Там вообще поделились напополам. И сейчас посмотрим, сами лично заценим. Да не его, это случай, ясно же. Это мы во всём виноваты. Хорошо, что ещё можно всё исправить. Ты бы мог просто рассказать нам о своей жизни. Интересно, вот они записывают и куда потом на полочку поставят, и всё. Но как мы поймём, говоришь ли ты правду. Думаю, лучше просто понаблюдать за тобой. Так мы сможем заполнить все проблемы. Что думаешь? Я думаю, что ты похожа на Нацуки из Доки Доки. Она улыбнулась. Это хорошо, наверное. Не бойся, Санечка. Мы не отнимем у тебя много времени. Да и никаких правильных вселенной или путешествий во времени. А, да и никаких... Не хочу читать заново. Нам нужен настоящий ты. Блин, я перепутала. Поэтому все наблюдения мы будем проводить в твоей естественной среде обитания. Грубовато звучит, признаюсь. Слёзы ты понял. Просто будь собой, Санечка. Нам нужно лишь несколько дней, чтобы восстановить историю твоей жизни. Блин, опять не так. Взамен я постараюсь сделать этих не просто волшебными. Вот, вот так. Вот это вот лучшая звучит. Обещаю, ты запомнишь их на всю жизнь. Ага, которая, по всей видимости, закончила. Ммм, перспективно. Повеселись как следует, но помни. В жизни очень важно... Сколько мы снимаем? Семь минут. Правильно делать выбор. Опа, это уже не она говорит, по-моему. Всё, спокойной ночью. Ну, вроде неплохо. Эй, Санечка. Ты меня слышишь? Не знаю, что тут произошло, но я тут слегка застряла. А, подожди. Не знаю, что тут произошло, но я тут слегка застряла. Иди сюда, сам всё увидишь. Сюда, я здесь. К доске, Санечка. Привет, смертный. Или лучше обращаться к тебе по имени. Прости, что я так выгляжу. Ничего не могу с этим поделать. По крайней мере, я могу немного изжить обстановку. Да, вот так-то лучше. К чему это? Ладно. Я, кстати, вполне себе живая девушка. Не веришь мне? Тогда сейчас я тебе покажу. Так-то я легко могу ходить на двух ногах. Теперь у тебя нет другого выбора, кроме как признать, что я настоящий человек. Возможно, тебя свущают мои ушки и хвост. Но они есть, и что? Я считаю, это редкая удача. Я очень везучая. А, подожди, я очень везучая. А ты веришь в удачу, Санечка? Естественно. Естественно. Да, нормально. Надеюсь, что да, она крайне важна. Твоя жизнь сильно зависит от решений, принимаемых тобой. И ты не поверишь, но чтобы принять правильное решение, тебе не обойтись без удачи. Кстати, у меня удача столько, что я даже могу поделиться. Теперь каждый раз, когда тебе необходимо будет выбираться, просто обернись, и ты сможешь увидеть меня. Ну, или почти каждый раз. Мне тоже нужен отдых. У неё, кстати, по-моему, разные фрукты были изображены на платьевице. Но я уже говорила, я играю в эту игру, точнее пытаюсь сделать эту игру очень много раз. И я всё ещё не понимаю, к чему это. Просто зачем? Оно как-то выглядит неуместно. Ладно. Кстати говоря, что-то я устала. Ты надолго запомнишь эту неделю, поверь мне. Как знать, возможно, это начало новой эры. Проживи её со вкусом, хорошо? Ладно, пора нам закругляться. Ну, похоже, мы, ну, или не живы, или сошли с ума. Ну, скорее сошли с ума, потому что вроде бы всё как реально. А нет. Всё поплыло. Видите, картинка дёргается. Я словно очутился в криво повешенной на стену картине. Ну да, кривовато. Так, голову наклони. Интересно, что там в конце этого коридора за поворот? Да-да, мне тоже очень интересно. Прям очень. Да. Да. Нелюбопытно и страшно это проверять. Не покидает ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Что я здесь не один. А зачем, кстати, на каждой стене разные обои? Ты ничего не понимаешь в этом. Так надо. Это, между прочим, они не такие уж и разные. Вот на вот этой правой стенке, там около автомата, одинаковый обои. Чё ты тут чешешь? Да. Давай тут. Старый игровой автомат сиротливо прижимается к стене. Я решаю подойти к нему. Генератор смысла жизни. Вот это да. Вот это название. Циферки. Естественно, я сразу же нажимаю на кнопки. Почему это естественно? В чём это естественно? Естественно на кнопки нажимать. Я нажимаю на кнопок. Выпадают цифры 187. К чему бы это? Я нажимаю на кнопку ещё раз. Блин! Я ж не буду. Блин! Ладно. 424. Опять ни о чём. Я вспоминаю, что для выигрыша должны совпасть три цифры. Класс! Да. А, смысл жизни хорошей... Хорошая мотивация продолжит. Чё-то типа того. 002. Но выпадают теперь уже полная ерунда. 313. 002. 313. Форменная не суразица. Я даю автомату последнюю попытку. Япония. К моему величайшему удивлению, во всех трёх клетках появляются иероглифы. Если не ошибаюсь, это значит Япония. На японском языке. Вот такой вот автомат. Ничего не делаешь, а всё есть. Цифры, буквы, страны. Перед глазами всё плывёт. А вот не надо много выпивать, чтобы перед глазами ничего не плыло. Япония, да? Да, Япония. А то что ты имеешь против. Проснись и бой, Санечка. Но не может мой звонок будильника быть таким приятным. Хей, ты! Наконец-то ты проснулся! Привет, Нана. Мне стало любопытно, не умер ли ты случайно? Кстати, все какие-то цветные, а мы такие серые. Видимо, намёк на то, что мы никакой персонаж. Никакой персонаж, как и во всех новеллах. Во всех новеллах персонажей никакие. Вот никакие и всё. Ладно. Любопытно. Ну, а я думала, что ты переживала. Вот ещё. Переживать ужасная скукотища. Впрочем, с другой стороны, я даже разволновалась от любопытства, наверное. Кстати, мне интересно, как ты спал в такой неудобной позе. Почему ты не лёг на парту? Да сам не знаю. Сон, кстати, был ужасно странный. Я его отлично запомнил. О, расскажи, расскажи. Там было что-нибудь неприличное? А я там была? Покраснел, признавайся. Всё было бы крайне прилично. Нана, вот, слушай. Я пересказываю свой сон. От пустой истории жизни до волшебного автомата. И в итоге он меня выдал три раза Япония. А потом я проснулся на лекции. Ну и скукотища. Какая ещё лекция? У нас уроки. А что до Японии? Как ты в ней находишься? Где ещё могли такое придумать? Я про наш удивительный класс. Раз уж речь зашла об удивительных вещах, я тебе сейчас такое покажу. Обзавидуешься мне сразу, как только увидишь. Жди здесь. В нашем классе пять человек. Все очень разные. Да, всего лишь пять человек. Как они это называют? Передовая инициатива, направленная на продвижение культурного разнообразия. Наш класс сформирован совсем недавно. И мы здесь только на один год, так что... Это больше похоже на обычную программу обмена, но названную красиво. В любом случае у меня есть причина находиться здесь. Я хочу как-то выделиться среди других. Уверен, что весь ажиотаж вокруг этого класса сильно мне поможет. В класс ходят ещё две девушки. В итоге я посмотрела все серии залпом за одну ночь. Десять серий подряд? Вот это да. Я смотрела по одной каждое утро за завтраком. Ха, но это в десять раз медленнее, чем я. Зато в десять раз больше удовольствия. Смотрите, смотрите! Не могу поверить своим глазам. Сима, Марта. Что это тут происходит? Ладно. Достаточно странные имена для японской... Для Японии, в общем. Но, скорее всего, не в ней находится, так что... О, смотри. Матч... Матималь? Подожди, матч, по-моему. Книги, музыка... Качалка? Что? Возможно, я путаю. Слушай, матч, матч. Ну, вроде бы как математика. Книги, музыка, качалка. Десять тридцать. Может, это нам надо запомнить? Давайте на всякий случай запомним. Десять тридцать, что-то там, качалочка. Подарочный сертификат на двоих ещё и в Дорсию. Как тебе это удалось? Повезло. Просто повезло. Удивительно. Это такое известное место... Что такое известное место в Рассвет подарочные сертификаты? Да, удивительно. Ага, они сказали, что это вроде как эксперимент. С кем планируешь идти, Нана? Не знаю пока. Мне точно нужен кто-то, кто умеет веселиться. Мне кажется, я знаю одного подходящего кандидата. Возможно, он даже находится в этой комнате. Буду иметь это в виду. Но это ещё не всё. Смотрите, что у меня есть. Три телефона? Круто. Очень милый котик. Но есть ещё более милее. А, я случайно. Да, они все прикольные. А, да! Да что вы знаете о милых котиках? На столе оказывается три телефона с изображением котов на экране. По-моему, все коты одинаковые. Но в ожидающем взгляду девушек вернукают, что всё не так просто. Нам необходим отре... Ага. Нам необходим третийский судья. Санечка, выдвигай тебя на эту роль. Подтверждаю. Утверждаю. Ну и какой котик? Самый-самый. Проблема в том, что я уже не помню, где чей телефон. В смысле проблема? Тебе это так важно? Просто скажи, какой котик самый-самый. По-моему, вот этот с пианино. Потому что посередине он какой-то круглый, неэстетичный получился. Слева он какой-то замыленный, справа он прикольный. Типа на пианинке. О, придумал. Девушки, сейчас я покажу вам ещё одну картинку. О, а кстати, это его телефон, наверное. Я выкладываю на стол свой телефон. У меня самый лучший код, правда же? Вообще-то да, он самый прикольный. Типа все какие-то замыленные, неестественные, они... Давайте увеличим вот этого, например. Да, это нарисован. Типа знаете, как берут фотографию и обрисовывают её, как будто это рисунок, но это типа не рисунок. А вот этот вот код похож на фотографию, больше всего. И он самый миленький. Ну да, Санечка, предлагаю тебя разжаловать. Подтверждаю, утверждаю. Вот и старайся потом никого не обидеть. Нормально. К уроку все готовы? Не особенно. Если честно, я совсем ещё не проснулась. Я знаю один приёмчик. Медитация. Закройте глаза. Ага, вот так. Теперь сконцентрируйтесь. Вы чувствуете себя отлично. Свежими, отдохнувшими. Готовыми к новому дню. Да, самое главное. Отныне вы поклоняетесь знания. Отлично помогает, правда? Господи, я чуть не отключилась прямо здесь. Нана. Тоже. У них у всех такие дурацкие имена. Март... Ну, блин, как там? Нана. Такое странное имя. Ну, вот у этих двух нормально. Вот Нана, это вообще что такое? Они как-то и к Японии не подходят, и какие-то странные. Поговорить. Давайте с Симой поговорим, она самая... Блин, Симой, я думала... А, я вас перепутала, сорян. Как дела? Хорошо, спасибо. Она молча смотрит на меня своими огромными глазами, а потом улыбается. Это самая трудная часть разговора, правда? Ну, да. Вроде бы и есть что сказать, а вроде и нет. Скажу честно, я сама от этого страдаю. Наверное, я могла бы рассказать, что мне снилось, но я почти не вижу стов. Такую возможность нельзя упускать, и я рассказываю Симе про мое основедение. О, блин, я перепутала их. О, как интересно. А мы прямо в светящихся ярках стояли. Ой, арках стояли. Да, вокруг вас все мерцало. Прямо как у Боттичелли или Леонардо да Винчи. Видел у них на картинах подобное. И если нет, обязательно посмотри. Просто завораживает. Представляешь, если бы твой сон был правдой. Эти четыре дня получились бы удивительно интересными. Жаль, не судьба. В такие волшебные четыре дня вряд ли бы пришлось сидеть на уроках. Но ты здесь. Хотя я очень люблю учиться. Так что, как знать, как знать. Нет, все-таки не может твой сон быть реальным. Почему ты так считаешь? И, кстати, пока нифига себе 24 минуты.